Шалом! В Израиле 17 часов и 5 минут. Вы смотрите и слушаете специальный эфир лучшего радио, посвященный главным событиям в мире и в Израиле. Сегодня в этой студии для вас работают Цвизи, Эльбер, Виталий Новоселов, я Анастасия Гутина. И прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Арестович, Алексей Арестович, военно-политический обозреватель. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Настя! Алексей, как ваши дела? Здравствуйте! Давно вас у нас не было, спасибо большое, что нашли время и присоединились. Ничего, я соскучился. Я даже подумал, что вы меня разлюбили, а вы вот так вот. Тоже соскучились, но я начну, значит, сразу сделаю такую подводку к теме в стиле Фейгина. Ну, Алексей, рассказывайте, как вам удалось долететь до Кремля? Вот так вот, да? Это не мы. Вы же знаете, с юга и запада Москвы очень мощное ПВО, как они утверждают. Вот это могли сделать партизаны только Уральской Народной Республики. Максимум Арбатской Народной Республики. Арбатско-Покровской. Арбатско-Покровской. Ну, они сказали, что не дадим... У Лубянска, скорее. Ну, Лубянска. Не дадим центру Москвы, да, грабить колониальному, грабить, грабить остальную Россию. Да, вот они начали войну. Видимо, свою. Ну, вот мы уже много раз просмотрели это видео, и вот мы все не можем разобрать. Он все-таки упал на крышу или он взорвался над крышей? Там не очень видно, но у меня ощущение, что он сбросил что-то на крышу. Но он точно не был сбит? Не был сбит и полетел себе дальше. Там очень четко видно. Он произошел над этим куполом Сенатского дворца. Ну, вот он скинул что-то, явно скидывает. Вот я там разные видео смотрел. Ну, кто его знает, как партизаны нынче модно монтировать все эти БПЛА. А может быть, это просто репетиция к параду 9 мая и к салюту вечером? Каждый парад требует свою репетицию. Я думаю, что это очень похоже на репетицию. Ну, мы сейчас поставим это так на луп и будем смотреть, 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 смотреть. Не, ну, я так внимательно посмотрел на большом экране у вас, не на телефоне. Видно, кажется, что все-таки он взорвался. Ну, вот. Ко мне тоже. Как это возможно, Алексей, если сейчас откинуть шутки в сторону, как это действительно возможно? Центр Москвы, столица России. И вот прилетает туда беспилотник и взрывается над Кремлем. Такая песня была хорошая. Широка страна моя родная. Она настолько широка, что никакого ПВО не хватит ее прикрыть. Поэтому им надо было трижды подумать, начиная войну. Ну, смотрите, одно дело прикрыть, понятное дело, страну, одну шестую часть суши. Но Москва все-таки это... Москва огромный мегаполис. И сделать так, чтобы туда совсем не долетело, ничего, очень технически сложно. Это надо стянуть все российское ПВО, чтобы перекрыть Москву по секторам. Многократно. Нереально. Да. Но это можно смотреть бесконечно. Опять же говорю, у меня такое чувство, как было, когда крейсер Москва утонул. Но я очень опасаюсь, что сейчас они будут там кричать в центре принятия решений и подвергнут центр Киева массированной атаке. Им же вот сейчас, ну, надо как-то, ну, хотя бы для пропаганды, надо каким-то образом отреагировать. То есть, что вы можете сказать про украинский ПВО над Киевом? Смогут ли... Так они центр Киева подвергали, не дали, как сегодня ночью налет. Там в штуках, наверное, 11 шахедов летело. А перед этим за пару дней они подвергали ракетным налетам. А перед этим они еще раз 30 подвергали центр Киева налетам. Но у них как-то не заладилось. Ну, у них, да, у них как-то все не заладилось. То было Киев за три дня, а теперь вот беспилотно... Путин не пострадал, да. Да, Путин не пострадал. Они сообщили, что он в Нового Огарева. Значит, точно в Нового Огарева его нет. То есть, можно даже не тратить беспилотники. Если они сказали, что он в Нового Огарева, значит, он точно не там. Лететь сразу на Валдай? Ну, не знаю, у него же много там этих резиденций. Но, Алексей, вот кроме шуток, скажите, если бы это произошло сегодня удачно, и его бы ликвидировали, война бы закончилась? Ну, думаю, да. По крайней мере, в ней возникла бы очень существенная пауза, и началась бы интенсивная консультация с Западом и Китаем. Да и с нами тоже. Потому что, я так думаю, что фигурой продолжения войны, безусловно, является Путин. Больше никто. Да. А вот вы упомянули Китай. Я так понимаю, что Китай уже тоже переобувается в срочном порядке. Китай проголосовал за резолюцию, в которой Россию признали агрессорами. Там говорится и про наказание военных преступников, и про репарации. Вот. Так что, ну, судя по всему, Китай не хочет записываться в союзники Путина. Вы помните такой замечательный анекдот времен Леонида Ильича Брежнева? Указ ЦК КПСС считать спину Леонида Ильича продолжением его груди. Что награды уже не вмещались. Тут как раз точно сюда оборот. Считать грудь продолжением спины, потому что количество ятаганов, которые воткнули, там же святое. Мало Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Ну, это же удары все ниже пояса. Вообще, против мистера Путина сейчас коалиция сильно болит даже в Рамштайне. Вот Рамштайновская коалиция больше, чем против Гитлера в марте 45-го года. Когда всем уже было понятно, и к этой коалиции присоединились все, кому не лень, чтобы попасть в стан победителей. Ну, это триумф российской внешней политики, я считаю. Да, да, да. Но вот если все-таки допустить, что это была инсценировка, может ли быть такой сценарий, что они сейчас его как-нибудь где-нибудь в углу придушат, и потом что-нибудь взорвут и скажут, а это украинский дрон прилетел и его замочил? Да это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. К сожалению, в жизни так очень редко бывает. Всякое бывает, но так очень редко. Я думаю, они сейчас будут крепить ряды и наносить удары под центром понятия решений. Но мне кажется, их в ближайшие дни ждет такое количество сюрпризов, что они устанут. Алексей, скажите, это могло быть, возвращаясь к дрону, провокации ФСБ? Чтобы наоборот разжечь какое-то, ну, я не знаю, к примеру, условно полное военное положение, не частичные там мобилизации? Так у них же, они применяют все силы и средства против Украины, кроме ядерного оружия в настоящий момент. Как-либо эскалировать эту войну очень сложно. Даже если они сейчас призовут, объявят полное военное положение и призовут всех и вся, а чем они их будут вооружать? Сейчас примерно 40% всей российской группировки на нашей территории, это 370 тысяч человек, где-то 380, это так называемые стрелковые полки. Чтобы вы понимали, это чуть ли не пулеметы Максима и автоматы 47-го года, Сидоры 41-го, в сапогах 53-го, консервы 56-го. Вот это войско. Поэтому, ну, просто вооружать нечем, да? Может быть, попытались, например, использовать, попытаются это использовать для того, чтобы не столько, может быть, мобилизовать население, сколько, вот, например, Володин говорит, будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим. Володин будет требовать, ну, вероятно, я не знаю, от Путина, наверное, будет требовать. Среди отборного набора клоунов, которые там существуют, Володин уверен, на деле иногда делит первое место с Медведевым. Поэтому серьезно обращать внимание на то, что будет требовать, там, Володин, дело такое. Ну, хорошо, вот мы многократно говорили о сценарии применения ядерного оружия. Давайте примерим еще раз. Стратегическое ядерное оружие, стартующее с носителя, это немедленный ядерный удар по России обратно. Либо конвенциональный удар по одной простой причине. На нем не написано, куда оно летит. А вдруг они решили по Вашингтону стрельнуть? Или по Пекину, правильно? Или по Парижу. А рассчитать траекторию невозможно моментально? Ну, нет, это нереально абсолютно. Она стартует, и это даже сам факт подготовки к ее применению. Это немедленный аларм во всех ядерных державах мира, вообще ядерных державах. Можете представить, как будет реагировать от китайцев до американцев на подготовку. А то, что они увидят, это я вам гарантирую 101%. Хорошо, теперь тактическое ядерное оружие. Готовность к его применению тоже будет что? Увидено. Увидят. Начиная с агентуры, заканчивая техническими средствами разведки и так далее. И вот, как будет реагировать мир? Я думаю, ему пошлют все сигналы, не надо. И ладно бы Запад. Тут же китайцы против. И неоднократно говорили, нельзя. А с китайцами ссорятся. Но это последнее, что может сделать Путин. Дальше уже некуда. Поэтому, мне кажется, это все страшилки и риторики. Мы все это слышали. Мы еще раз это услышим, когда мы выйдем на границу Крыма и начнем к нему заходить. Правда, страшное ядерное оружие. Ну, американцы же пообещали устами Бена Ходжеса. Прямо сказал, да мы люди простые, я лицо неофициальное. Снесем всю группировку российскую в Украине, включая Черноморский флот. Вообще всех уничтожим. А дальше посмотрим. Алексей, небольшое уточнение. Все-таки, так как вы сейчас выступаете в роли военно-политического обозревателя, на ваш взгляд, чей это был беспилотник над Кремлем? Я думаю, это Арабская. Да, Арабская, простите. Арбатская народная республика. Иначе объяснить не могу. Пошла протоубийственной войной на Лубянскую или там, да, республику. Кстати, Украина готова выступить посредником, да, и призывает к прекращению огня сторонами. То есть вы не считаете, что это украинский дрон? Да нет, конечно, боже упаси. Откуда у нас такие дроны? Вы что же наговариваете на нас? У нас вот в небе над Сирией время от времени появляются такие таинственные ВВС Лихтенштейна, и что-то там бомбят. Вот я думаю, что может быть и это был беспилотник. Они туда слетали. Не исключено, да, да. Дело в том, над Сирией постоянно парят НЛО, а мало ли куда им захочется. Может они решили визитировать дружественные режимы по результатам голосования в ООН. Кто их знает? Вы знаете, еще высказывается версия, что это провокация с целью найти повод для убийства Зеленского. У меня к вам вопрос. А до этого поводов не было? Да, я как раз и хотел спросить. Если бы могли, они бы убили Зеленского уже? Убили бы вначале 100%. Потом, наверное, вряд ли. Так мы сигналы о том, что его собираются убить, получали по 5 раз в день. Первые 50 дней. И сигналы не имеется в виду, когда предоставляли информацию, хотя она тоже была проверенной, а не так, что типа с улицы подобрали. Минированные машины, диверсанты какие-то бегали. По крайней мере, непонятные лица. Диверсанты, которых точно брали на квартирах в 20 метрах от стен Офиса Президента. Которые заезжали за 2-3 месяца, а то и за год. Ядро некоторых групп заезжало. Вообще, последнюю заминированную машину, насколько я знаю, нашли в мае. Это уже когда месяц не было. С лишним полтора российских войск в руки. А это была машина какая? В Офисе Президента? Гражданская. Гражданская. Ну, офисным машинам, да, офисным машинам минировали частным. Гранат находили, растяжки под машину. Да, вот я просто обдумываю эту ситуацию. У Путина уже нет никаких ходов для эскалации. Ему уже просто кроме ядерного оружия не осталось ничего. Все, что он мог, он уже применил. А вот, например, Магарита Симоньян написала сегодня, может быть, теперь начнется по-настоящему, написала она. А до этого в игрушки играли. Что начнется по-настоящему, если Вагнер признает потерю роты в сутки, только Вагнер. Можете представить, какие общие потери у них за сутки? Куда же еще? Ну, я смотрю, что в этих расистских пабликах, эти военкоры, у них такие просто панические настроения. Слушайте, Стрелков Гиркин, военный преступник, просто предсказывает полный разгром российской армии. Ну, не будем загадывать пальцы, но я думаю, что нас всех ждет ряд очень интересных сюрпризов. Да, да. Да, очень хотелось бы, очень давно уже ждем. Ну, вот, к сожалению... Это буквально 2-3 недели, да. Помните, вы говорили и подоляк, и вы, что вы собираетесь в мае, там, селфи? Не в мае, летом мы собирались. Немножко, наверное, немножко все-таки придется отложить. Мой перебор, да, все-таки, мне кажется. Да. А скажите, Алексей, почему Владимир Зеленский поехал в Финляндию? Ну, он мало выезжает за границу, вот именно в Финляндию он решил очно нанести визит. Я думаю, это весьма очевидно. Там, скорее всего, будет опыт обмена вступлением НАТО будет. Обмен опытом. Скорее всего. А может быть, как какой-то... Там есть намеки даже в открытых источниках о неком новом пакете помощи со стороны Финляндии. И эта помощь может быть очень существенной, потому что Финляндия – это страна, которая всерьез готовилась к военной Грузии очередной с 1944 по 2023. Это мощнейшая сухопутная армия, это очень большие резервы и запасы, всестороннее вооружение, часть из которого советское, либо советского происхождения. Потому что финская армия еще даже в те времена славная была на 50% вооружена советским оружием. По некоторым номенклатурам. Поэтому теперь, когда она члена НАТО, я думаю, что НАТО могло возложить на Финляндию, или Финляндию на себя, добровольные обязательства в отношении того, что мы будем помогать, как новый член НАТО. Финны нам и так помогали, но сейчас там открытые источники говорят о неких пакетах новых помощей. Они могут передать Украине вот это оружие советского производства? Ну, не хотелось бы загадывать, но я допускаю такую возможность. А Финляндия, вот как сообщили вчера, по-моему, Финляндия собирается подписать Соединенными Штатами двусторонний военный пакт, по которому американцы смогут открывать свои военные базы на территории Финляндии. Да, и это очень хорошо. Ну, Алексей, посмотрите, за год получается, год и три месяца войны, получается, что вместо того, чтобы отодвинуть Украину от НАТО... Наоборот, НАТО от России. Да, от НАТО, от России, Украину от НАТО, да, то есть приблизили вообще уже Финляндия, уже член НАТО, да, то есть почему Россия тогда не кричит, что сейчас вот в процессе вступления Финляндии в НАТО, почему Россия не стала нападать на Финляндию? Ну, потому что, как бы деликатно сказать, они же кричали на это, убирайтесь на границе 1997 года, они гордо грозили. Помните риторику за несколько дней до нападения? Кто там, Рябикин, да, НАТО валите на границе 1997 года, это наш ультиматум. НАТО послушалось и послушно пришло еще ближе. Если там будут американские базы, то так называемая безопасность России провалится в тартарары. Но они против этого не возражают. Это означает, и это надо очень хорошо понять, в том числе и членам НАТО, которые любят повозражать против вступления туда Украины, что это надуманный повод, не имеющий отношения к реальности. Да, да, вот это самое подробное время. Вообще, да, да. Слушайте, Алексей, мне кажется, что Путин никогда сам не верил в угрозу со стороны НАТО, и его совершенно не волновало, это чисто пропагандистский прием. А скажите, а зачем НАТО, вы смотрите, что такое Путин? Запад же воспитал Путина, он его взросил как фигуру. Кто из западных лидеров или миромых лидеров мог похвастаться тем, что был на ранчо Бушу, тогдашнего президента США? Путин был на день рождения приглашен. Это очень узкий круг людей. Не каждый американец, даже представители элиты, не каждый президент, не каждый глава державы могли этим похвастаться. Путина пригласили. Путина и Россию авансом приняли в большую семерку. Китай не приняли, Россию приняли. Запад заигрывал и облизывал Путина всеми возможными способами. И что Путин сделал в результате? Так как Путин знал, что Запад не собирается нападать на Россию и угрожать, не знал никто. Зачем нападать на Россию, если ты имеешь с Россией все практически, начинаются энергоносители, заканчивая теснейшей интеграцией. 16 атомных станций Россия, Росатом строил по всему миру. Это если бы Запад нечестно играл бы с Россией, он бы его всячески ограничивал, потому что американская атомная отрасль в загоне. И в загоне именно в том числе по причине эффективной работы Росатома. Но речь пошла об ограничениях Росатома всерьез только на 14-м месяце крупнейшей Европейской войны. Так что же они нам рассказывают сказки про то, как Запад ненавидел Россию и хотел ее там страшно победить? Это же просто ни о чем. Ему дали полный карт-бланш. Это же Ли Страс, перед тем, как стала премьером, она произнесла свою знаменитую речь. Она сказала, мы Ирану, Китаю и России дали, исходя из убеждения, что геоэкономика исправит геополитику, дали то, чего не имел Советский Союз. Мы дали доступ к технологиям, доступ к кредитным программам и доступ к рынкам нашим. Все дали. А они это все использовали против нас. Поэтому Запад был предельно благорасположен к Путину. Он считал его органической частью Запада. Он его облизывал, выпестывал, растил, сделал уполномоченным по СНГ. Вопреки мнению стран Балтии, Украины и многие другие стран Грузии, Белоруссии, которые указывали, Молдову указывали на опасность этого шага. Им дали все карты. Кто там на кого собирался нападать? Из него растили фигуру абсолютно западного лидера. Но вырастить не получилось. На этом мы ненадолго прервемся. Друзья, напоминаю, что вы можете смотреть нас на Ютьюбе и в Фейсбуке. И там же у нас запущен опрос. И Виталий нам подскажет сейчас, что же мы спрашиваем. Да, мы спрашиваем, кто нанес удар по Кремлю. У нас три варианта ответа. ВСУ, партизаны или ФСБ. Пожалуйста, заходите и голосуйте. Можем добавить четвертый вариант от Алексея Арестовича, который присутствует в нашем эфире. Алексей, спасибо, что подождали и никуда от нас не делись. Куда же я от вас и денусь? Вы самая моя любимая передача. Спасибо, спасибо. Можно было добавить еще ВВС Лихтенштейна. Вот мое предложение. Я думаю, что за него проголосуют. Там новый виток в этом деле, видите, да, обсуждаю, не знаю, видели вы или нет. Сейчас все бурно обсуждают двух человек, которые лезли на купол прямо перед ударом. Говорят, что это ПВО. Да, спрашивают, что они там делают. Из рогаток сбивали. Видимо, они сбили из рогаток. Ну, интересно, интересно, интересно. Но подождите, а то же самое ПВО, которое ставили несколько месяцев назад во всем центре Москвы, и красочно нам это демонстрировали и показывали на весь мир? Проблема в том, что все это страшное ПВО рассчитано на крупные летательные аппараты, типа самолетов, самолетов, вертолетов и крылатых ракет. А беспилотник, тем более пластмассовый, у него эффективная рассеивающая поверхность очень маленькая, оно часто не видит, а если видит, не успевает отреагировать. Проблема беспилотника в том, что они тихоходные и в том, что они радиопрозрачные. И это большая проблема, потому что все современные средства, ну или там предсредства предыдущего поколения не рассчитаны. Их просто не видят физически. Маттиас Руст мог бы гордиться, что я могу сказать беспилотникам этим. Да. Вот мы говорили про то, что Путин на самом деле никогда не верил ни в какую угрозу со стороны НАТО, но пропаганда наливала туда в это решето, эта вода там не держалась, конечно, но наливала туда все вот это, деноцификация, денаркотизация, не знаю, что еще, вот все эти причины. Но какая причина, на ваш взгляд, все-таки настоящая? Он просто землю хотел? Он хотел вот эту контурную карту пририсовать себе границей? Вы знаете, вы не поверите, но в чем меня убедил мой недолгий опыт в политике? Это всего два с половиной года, правда, весьма интенсивных. В 99% случаев тому, что говорят политики, можно верить и нужно верить. То есть они буквально сообщают то, что они думают. Как ни странно, все привыкли, что политики врут, но, знаете, это расхожий штамп оказался. Они прямо говорят, что они думают. Все содержание этой кампании содержалось и вот в этой знаменитой речи от 22 февраля, когда он произносил речь про Киевскую Русь, про метаисторическую рамку, про один народ и так далее. Он действительно думает так. В бывшем Советском Союзе два человека думают метаисторически, Путин и Арестович. Поэтому я ношусь со своим проектом «Русь-Украина» про перехват у него первенства, а он носится с проектом захвата Украины и закрытия вопроса о первенстве навсегда. Поэтому как-то так. И это очень трудно понять западным рациональным политикам, потому что они считают, что в основе войны лежит экономика, ресурсы, перераспределение, баланс сил. Он думает иначе. И другая школа геополитики. — То есть это как для еврея Верусалим, для него, значит, вот Киев, куда пошла земля русская? — Да, я говорю, что для нас Киево-Печерская Ра, Лавра, как для вас, как это, стена плача. Да, как бы вот чья, кто первый. Как бы первенство между Исаевом и Яковым. То же самое за первороста сражаемся и мы. Но в любом случае, если сейчас территории, которые находятся под российской оккупацией, будут потеряны, этот режим сможет все-таки закуклиться, превратиться в Северную Корею и сохранить Путина? Или все, конец? — Ну, у них планы в громаде. Опять же, к вопросу о том, верить открытой информации или нет. Они же объявили давно о том, что, и периодически продолжают это упоминать, о реформе вооруженных сил 2026, так называемая, где численность увеличивается резко сухопутных войск одних дивизий, в том числе дивизии ВДВ, создается 16 штук новых, до полутора миллионов поднимается сухопутный компонент вооруженных сил. И для меня это не что иное, как попытка подготовиться ко второй войне. Второй российско-украинской путь. Путин планирует явно переизбраться в 1924, ну, где-то на четвертый год, то есть, считайте, 1928, провести, перед новым сроком, провести успешную операцию с вычетом ошибок с этим самым. Таковы их планы. Я уверен в этом на 101%. И когда они объявили это в 2016 году и начали создавать ударные армии на нашей границе, в 2016-е, они сроки готовности называли апрель 2021-го. Вот так и было, помните, да, первое со своими точечами войск? Поэтому все мои великие предсказания, как это, войны, которые иногда любят упоминать, что вот Арестович предсказал, что что там предсказывать, они прямо объявили, просто надо иметь мужество этому поверить. Сейчас ровно такая же симметричная ситуация. Они планируют так или иначе заморозить или закончить войну сейчас и готовятся к второму раунду, передворительно сняв санкции, да, и переиграв ситуацию. Со вторым у них проблемы и с тем, и с другим. Первое. С третьим. У них с заканчиванием войны проблемы. Она может закончиться совсем не так, как они хотели, не заморозкой с удержанием территории, а вышибанием их отсюда до последнего солдата. Второе. Санкции с них могут не снять. Или не снять так, как они хотят, судя по тому, как голосует ООН. И третье. Их страны-союзники. И третье. Ну, может их не хватить на то, чтобы успеть перестроить войска за такой короткий срок, на вторую попытку, на увеличить численность, потому что им бы, дай Бог, сохранить то, что есть при нынешнем состоянии российской военной промышленности и экономики. Но и неизвестно с переизбранием Путина. Хотя вот здесь я бы был бы более... Это менее всего грозит, это они сами себе могут устроить. В общем, но планы их очевидны. Подготовка ко второму раунду. Алексей, давайте поговорим про Умань. Вот нас тут интересует вопрос, связан ли обстрел Умани каким-то образом с инцидентом между израильским представителем и Лавровым в Совете Безопасности ООН, когда в день памяти павших в войнах Израиля и жертв террора Лавров решил обсудить палестинскую проблему. Палестинцы туда прибыли с огромным списком претензий к Израилю. Геладер Дан просто вспылил, вышел из комнаты, сказал, я вам желаю, чтобы 9 мая обсуждали преступления российской армии. И на следующий день, не на следующий день, через два дня, кажется, да, обстрел Умани. Была ли такая договоренность, потому что у нас ходили слухи, вот когда еще Беннет только, когда только началось вторжение, Беннет поехал встречаться с Путиным. У нас ходили такие слухи, что есть негласная договоренность. Путин обещал Беннету не стрелять по Умани, потому что там паломники еврейские. Вот как? Вы знаете, он очень много стрелял по Умани до этого, поэтому по Умани летело, я не помню количество точных случаев, просто не прилетало так сильно. Я не знаю, у меня фактов нет, сказать трудно, но я хотел бы заметить, что объединять израильскую армию в военных преступлениях, ну, это человеку, которому выписали ордер международный за похищение детей Путину, а российская армия, наша генпрокуратура сейчас расследует больше 78 тысяч уже, по-моему, насколько я помню цифру, российских военных преступлений, преступлений против человечности. То есть, это непрерывная цепь военных преступлений. Это некоторая натяжка, как мне кажется. Сравнить Бучу и израильскую армию, которая стучит в крышу террористам, чтобы они успели покинуть свой дом перед тем, как их разрушить. Ну, что, ну, это как бы, это такая, ну, я бы на месте посла при всей его дипломатической выдержке вспылил бы сильно раньше. Я бы еще по счетчику дал бы. Ну, он, видимо, мужество израильского дипломата, да, истинно удержал его. Да, но сам факт такого Демарша показывает, что в Израиле уже тоже их не боятся. Ну, Израилю никогда не было ничего бояться, потому что Израиль может стереть их в сирийскую группировку там в считанные секунды. Но, видимо, произошли какие-то подвижки негласные вообще в целом мире, судя, вот опять же, критерием является, или это фактом является, голосование в ООН ближайших союзников Индии, на которые они рассчитывают. Мьянма. Мьянма, да, ну, казалось бы, да. То есть, Мьянма, Армения, ну, чего уж там ходить, Армения. Вот Армения меня добила. Это последняя лакмусовая бумажка, там же российская военная база непосредственно находится. Чего уж там бояться Израилю, простите. Поэтому, ну, достали всех, то, что называется, понимаете. Вот реально достали всех уже. Израиль уже насколько он проявлял дипломатическое терпение, исходя из там суммы факторов, которые мы неоднократно с вами обсуждали. Но если встает и выходит израильский посол в ООН, это значит достали уже конкретно. Конкретнее некуда. Ну, они же никаких уроков не извлекают. Они же со всеми разговаривают только вот такие вот шанты. Что такое Израиль? Вот Израиль, война 48-49 годов, война за независимость. Первую же ночь нападают пять стран. Это все равно, что на Украину напало бы, кроме России, Польши, Беларусь, там, я не знаю, слова Словения, Молдова и еще кто-нибудь. И плюс еще один корпус, которым командуют британские офицеры. И Израиль тогда решил, несмотря на всю тяжесть происходящего, он в лицо сказал врагам, которые обещали повторить Холокост и мечтали повторить Холокост, что арабы нам не враги. Арабы нам друзья. Но некоторые реваншистские арабские правители, да, но так мы готовы протянуть руку помощи и протягиваем. Израиль понял, что не надо плодить врагов и в без того безнадежной ситуации. И Суньдзе еще говорил специально для таких, как Путин, что первое, самое главное, это обеспечить себя союзниками во время войны. Путин довел до того, что от него отказываются предельно надежные союзники, на которых была вся ставка и вся архитектура строилась на них. Индия, Китай, Армения. Ну и вот, наконец-то, они сумели поссориться с Израилем. Это надо суметь поссориться с Израилем, который делал все, чтобы не поссориться, чтобы не педалировать темы, чтобы избежать. Они сумели. Да, и сейчас премьер-министр Нетаньяу, который к Путину ездил без конца, но, правда, это было в более травоядные времена. Да, ну вот, это при Нетаньягу, да. Человек, который стоял с Георгиевской ленточкой на Мавзолее вместе с Путиным. Один из немногих. Ну, знаете ли, это надо суметь. Да, и в этом бессмертном полке ходил. Да, они сумели, да. Да, но зато на следующий день, после того, как он вернулся, Израиль там очень крепко разбомбил в Сирии, очень крепко. А это вы уже в израильском стиле, что нельзя не приветствовать. Просто понимаете, в чем проблема? А злые языки что утверждают? Что раньше Россия как бы закрывала глаза на уничтожение неизвестными летательными аппаратами и наземными силами иранских военных специалистов в Сирии и в Иране. А теперь, говорят злые языки, начал активно помогать, их защищать. Но что же тогда делать? Делать третьей силе, которая их уничтожает. Ну, это уже совсем новые правила игры. Ну да, ну да. Алексей, вот вы говорите о поиске союзников. Я слышал вас, кажется, у Юлии Латыниной, когда вы привели Израиль в пример, что Израиль умудряется среди врагов находить союзников, а Украина хочет среди союзников находить врагов. Давайте поговорим о берлинской декларации российской оппозиции. У нас вот, у нас был, когда, вчера у нас был, или позавчера у нас был, или позавчера у нас был Леонид Гозман, мы с ним эту историю обсуждали. Вот, как вы восприняли подписание этой декларации, насколько она, вот с точки зрения Украины, с точки зрения Украины, которая ведет войну, насколько эта декларация сегодня, это союзнические отношения? — Украины слишком много, она вся разная. И преимущественно в Украине проблема в том, что мы вся нация контрразведчиков. Мы ищем врагов среди друзей. А я разведчик, я ищу друзей среди врагов. Понимаете, да? Я в этом смысле больше на Израиль похож. Но тем не менее, я глубоко, вот я говорю за себя лично, я глубоко, позитивно воспринял эту декларацию. Почему? Потому что там, наконец-то, они сумели сформулировать некоторые очень важные позиции, которые до сих пор были фигурами отклонения, или фигурами умолчания. Они невнятно высказывались. Первое, война в Украине осуждена. Второе, решительное. Причем они поставили это первыми пунктами. Полный вывод войск. Путинский режим признан чем? Преступным. Репарации. Репарации впервые прозвучали, потому что это был очень дискутивный у них вопрос. Они все спорили. Должна ли новая демократическая Россия, если таковой быть, платить за преступления путинского режима? Какие там только аргументы не приводились. Сказали, да, мы готовы. Это очень важный элемент. И последнее, что они декларировали создание России, в которой будут резко репрессироваться имперские практики любого свойства. В первую очередь угрозы соседям. Это сильная позиция. Даже вне зависимости от силы реальной оппозиции объединенной, это сильная позиция сама по себе. И, конечно, нельзя не приветствовать этот документ. А выступление Гарри Каспарова и интервью Виктора Шендеровича, вот вы не хотите прокомментировать, потому что у нас тоже были тут довольно серьезные дискуссии в студии по этому поводу. Вот Шендеровича включили в списки на сайте Миротворец. Я так знаю, что вас тоже туда... Я тоже в Миротворце, поэтому это абсолютно не показатель. Ой, вы в хорошей компании? Это абсолютно не показатель. Миротворец некоторое время выполнил позитивную функцию, потом они окончательно, как бы так деликатно сказать... Радикализировались? Они сошли с ума просто. И начали включать туда всех. Всех попало, поэтому сейчас это абсолютно несерьезный фактор. Серьез невозможно рассматривать. Он был серьезным в 2014 году, я им сам пользовался, когда надо было все профильтровать на блокпостах и задерживать. Но суть не в этом. Суть в том, что Шендерович... Ну, у нас все поспешили его, как всегда, осудить. Но поскольку я та фигура, которую осуждают по 15 раз в день, свои же родные соотечественники, рассказывая, что я главный шпион на угрозу Украине, вы понимаете, какая атмосфера у нас царит. Все это надо фильтровать. Если говорить всерьез, я, честно говоря, особо ничего страшного в заявлениях Шендеровича не увидел. Ну, вот что он сказал? Давайте пройдемся. Он сказал, что нам с Украиной только по пути до снятия Путина. Но, опять же, это же надо спросить, в каком контексте он это говорил. Вот это выхватывание заголовков – это типичная моя ситуация. Вот я, например, в одном интервью говорю, что я не хочу, чтобы мы провалились в шовинизм, и главная украинская идея – это свобода. Мы за свободу сражаемся. Поэтому не надо прыгать на русский язык. Потому что это вопрос не языка, а свобода. Свобод, понимаете. А в том же интервью я говорю, что мы должны всемирно развивать украинскую культуру, создавать ее, и наш бюджет на культуру и науку должен быть больше, чем военной. Только тогда имеет смысл всего этого, что нам нужно очень много контента качественного на украинском языке. Боже мой, мы обязаны перед предками, потомками развивать украинскую культуру, которую долго ограничивали, топтали и так далее. На этот кусок никогда не выставляют заголовок. Выставляют там, где есть еще русский язык. Поэтому надо понимать нашу специфику. То же самое произошло с Шендоровичем. Я не знаю полного контекста. Его нужно расспросить. Но когда на человека наезжают, то приличный человек не хочет оправдываться. Он посылает всех нафиг просто. И все. Его поставили в условия. Он какой-то там полупродательный пост написал, что он сказал, подождите, это же была вот эта история. Ему там припомнили выплаты Пригожину по суду, вместо того же продажи квартиры, вместо того, чтобы отправить деньги в Украину и так далее. Ну, как кого мы его рассматриваем? Как частное лицо и творца, который выпутывается из сложной ситуации, когда он сам себя загнал, там еще до войны. Или до широкомасштабного. Или как российского политика. Он заявлял претензии на политику? Нет, он не политика. Так как его можно мерить политической меркой тогда, скажите? Пожалуйста, за него схватились как за политика, чуть ли не как за представителя объединенной российской оппозиции и все остальное. Это война, она всегда просаживает людей. Ну, как-то она нас просадила сильно далеко уже. Потому что мы начинаем походить на таких товарищей, которые с налитыми глазами кидаются на любой раздражитель. Но есть старая арабская пословица. Чем лев отличается от собаки? Когда собаку кидают палку, она смотрит на палку. А когда льва кидают палку, он смотрит на того, кто кинул. Мы, по-моему, теряем достоинство льва. Ну, не мы все, но некоторые из нас. Способность различать. Ну, вот что касается Шендеровича и контекста, да, вот этой фразы, когда он сказал о том, что все-таки пути разойдутся, да, у России и Украины. Там контекст очень простой в двух словах. Он же сказал, что дело в том, что Украина не будет заинтересована в усилении России, в нормальном развитии России, в том, чтобы экономика России развивалась, чтобы Россия крепла и так далее. Украина не будет в этом заинтересована, потому что будет видеть потенциальную угрозу всегда в России. В отличие от российской оппозиции, которая, наоборот, будет в этом заинтересована всем. Поэтому эти пути расходятся. Да, так это же правда. Раз, во-вторых, ну, тут надо тогда добавлять контекста. Надо говорить, что при определенных обстоятельствах мы можем выстроить нормальные отношения с новой Россией. Если она признает Украину независимым государством, будет строить отношения как с независимым государством, а не в попытке поглотить ее снова, сделать частью своей. Вы думаете, это реально возможно, Алексей? А реально было соглашение между Египтом, Мирной и Израилем после четырех войн? Ну, возьмите 50-е годы, когда Бен-Гурион принял решение принять репарацию от Германии, тут же просто ходили демонстрации, то, что сейчас это детство по сравнению с тем, что... Так, сегодня, да, у нас есть ежегодное учение ВВС Израиля и этих самых, и Германии. Казалось, это невозможно было представить. Германия не нападала прямо вот на Израиль, когда его еще тогда даже не существовало. Ну, Германия устроила холокост. А вот Россия напала, но... Рессентимента-то много. Ну, я могу назвать две страны, между которыми отношения куда хуже, чем между Россией и Украиной. Более последовательных врагов невозможно себе представить. Это Франция и Германия. Ну, да, на протяжении... Ну, это тысячелетия войн, они резали друг друга с превеликим удовольствием. Национальная мифология целиком стоит на том, что немцы негодяи или французы сволочи. Это надо всех друг друга зарезать. Времена меняются, и на самом деле все определяет не история даже, а добрая воля конкретная. Конкретная воля, которая в этот момент проецируется в качестве государственной политики. Либо это воля злая, либо это воля добрая. Если мы гипотетически рассматриваем приход к власти Российской объединенной оппозиции, которая прекращает имперские практики и начинает строить свободную Россию, то я думаю, что свободная Украина со свободной Россией всегда договорится. Тут вопрос только в том, что как бы длина этого пути, когда они еще придут к власти. Но, опять же, в наших интересах что? Способствовать этому или отталкивать от этого? А то, что российская оппозиция должна в первую очередь заботиться о России, по-моему, очень очевидная вещь. О ком они должны заботиться, простите. Да, я просто хотел еще напомнить, что вот у нас недавно был День независимости. ВВС Германии принимали участие в воздушном параде в Израиле. Казалось бы, да? В стране, в которой Вагнера не исполняют до сих пор. Полет Валькирии, но ВВС летает. Германская она. Но все равно был у нас небольшой такой скандальчик. У нас сейчас очень правое правительство, по их словам. И самолеты германских ВВС получили инструкцию не лететь над палестинскими территориями. То есть лететь только строго над территорией Израиля. Ни в коем случае не пересекать эту зеленую черту. И Израиль воспринял это как некий такой реверанс Германии перед палестинцами. И уже устроили немцам такую разборку. Но чтобы это были наши последние проблемы. Да, это действительно. Чтобы это была самая главная проблема Израиля. Да, да, да. Но если мы говорим о нормализации отношений, то демократия... Да, демократии не воюют. Если в России будет демократия, то, наверное, Украина, которая направляется в Евросоюз и в сторону Запада... Шандерович говорит, что Россия с ней не по пути. Но я думаю, что все равно по пути. Потому что если Россия будет демократическая, то она тоже будет направлена в сторону Запада и в сторону Евросоюза. Но насколько реален такой сценарий в сегодняшней России, которая там, не знаю, любое свободомысленное загнали под корягу, залили все вот этой свинцовой пропагандой совершенно. Насколько, на ваш взгляд, есть такая вероятность? Ну, совсем она не нулевая. Мы же помним, как предсказали, что СССР не распадется с западной спецслужбой ровно за... И будет существовать минимум до 20-х годов. 20-го века. Это аналитики, криминологи и советологи высшего уровня, экстракласса профессионалы. А он через два месяца ровненько развалился. То есть человек предполагает, Господь располагает. Всякое может случиться. Что касается по пути, не по пути, надо честно сказать. Уже как бы высшая дубличь дентльмена и леди человека работает с реальностью, как она есть. Даже супердемократическая Россия, которая выплатила нам все препарации, покаялась, деноцифицировалась и вообще стала не страной, а золотом. У нас мы все равно... Белое пушистые. Белое пушистые. Это мы все равно будем конкурировать, потому что мы естественные конкуренты, начиная от исторического фона, заканчивая, например, аграрным рынком, оружейным рынком и так далее. Но тут же вопрос, а по каким правилам идет конкуренция, идет игра. Правильно. Если это правило, что давайте лупить по домам в Умане и убивать ракетными ударами детей украинских, вывозить их в Россию, только официально почти 14 тысяч, а не официально 150, то это одно. А если там это цивилизованная конкуренция в рамках правил мировой организации торговли, то это совсем другое. И надо одно с другим не путать. От человека требуется способность различать тонкость. И пропаганда всегда работает на стирание граней, на то, чтобы люди превратились в собак, а не во львов. Кидались на любую палку, которую им кинули. Можно трижды, сколько угодно говорить про травму войны, но мне надоело. У нас достигло такого уровня, что мне даже надоело реверанс этот вечный делать в пользу травмы войны. В конце концов, надо жопу в горсть брать, извините, да, и уже прекращать объяснять все травмой войны. Навести ответственную политику и ответственную риторику. У нас начинают государственные лица проваливаться в такую риторику. Не будем показывать пальцем, которая не каждой бабке под подъездом, честно говоря, подходила бы. Алексей, у России есть предпосылки к тому самому, к России прекрасного будущего, да, или прекрасной России будущего. Да, это партизанская война, которая сейчас ведется, и это там поезд под Брянском, к примеру, да, вот этот сошедший, где взорвали полотно дорожное. Два, Настюша. Уже два, да. Там плюс нефтебаза в Севастополе. Ну, то есть предпосылки-то есть, внутри-то тоже есть много недовольных людей. Все вот эти путинские объяснения, что атакуют Украину или злобная НАТО, оно как бы деликатно обходит хе-хе тему, что в России очень много людей, которые при великим удовольствии атаковали бы Кремль, аплодировали бы, заплатили бы деньги, да, и я, когда шутка про партизанов в Уральской Народной Республике или Барбатской, это только наполовину шутка. Потому что так, как ненавидят Кремль в России, наверное, нигде его так не ненавидят. Поэтому, ну, опять же, давайте вот чисто... Особенно при условии, что маленькой победоносной войны не получилось? Да, россияне не прощают, даже россияне имперского толка не прощают царям, или они, скорее, особенно не прощают царям проигранных войн. Алексей, еще одна тема, которую я просто боюсь, что мы по времени не успеем обсудить, но, на мой взгляд, она очень важна. Вот Россия пробила очередное дно, когда Путин подписал вот этот указ, что будут депортировать украинцев с оккупированных территорий с лета 2024 года, если они откажутся принимать российские паспорта. Ну, я надеюсь, что до лета 2024 года не останется никаких оккупированных территорий, и Украина вернет себя. Но, тем не менее, вот что делать украинцу, который живет на оккупированных территориях, и на которого вот такое давление, что если ты не возьмешь этот паспорт, то мы тебя отсюда депортируем, лишим имущества без всякой компенсации, и, ну, я не говорю уже о том, что и сейчас без российского паспорта нет никаких там ни социальных, ни социальной помощи, ни гуманитарной помощи, ничего. Что делать? Все люди на оккупированных территориях ЦВИ делятся на три категории. Первая – это военные преступники, которые активно помогают оккупантам, в том числе при создании общественно-социальной военной обстановки, которые способствуют реализации целей агрессии, да, например, помогают службам безопасности, российской армии вооруженным силам, участвуют в них, там, референды, голосования, индектинация в вузах и так далее. Это военные преступники, они будут осуждены. Вторая категория – это лица, которые могли бы уклониться, но не уклонились. В том смысле, ну, например, простейший пример, если некий завод, есть его владелец, сказал, да, ремонтируем российские танки, а менеджмент мог бы уволиться, но не уволился. Такие лица, я думаю, должны быть поражены в правах. Возможно, без уголовного преследования, там надо разбираться в степени вины, но, например, право голосовать 10 лет они не имеют или что-то около того. И должны заплатить за это. И есть третья категория – это люди, которые находятся в обстоятельствах неодолимой силы. Ну, о чем мы говорим? Пенсионер на что будет выживать, правильно? Вот. Там, да, или, например, там, ну, кто там, чья, без паспорта российского, ты же не можешь ни в больницу обратиться, ничего вообще. Поэтому я думаю, что их всех нужно амнистировать и, как бы, предъявлять человеку, который не мог выехать, оставив родителей, там, или просто пожилой человек, да вообще любой человек, который, ну, по каким-то обстоятельствам остался, в преступлениях участия не принимал, а без российского паспорта не мог получить медицинскую помощь или элементарные, там, социальные практики обеспечить себе, ну, конечно, мы их амнистируем и к ним претензий не будет. Но я бы так сделал. Да, но если Путин подписывает такой указ, это значит индикация, что не очень у них получается переписывать украинцев в российское гражданство? Видимо, очередь за этими паспортами. У них совсем не получается. На момент выхода их из Херсона, по-моему, на всех оккупированных территориях что-то около 37 тысяч, по-моему, цифра была такая. Взяли добровольные паспорта 33 или 37, я точно не помню уже сейчас цифру. Ну, цифры ничтожные по сравнению с реальным населением, которое там проживает. Несмотря на все усилия. Сейчас, возможно, больше, потому что время требует своего, и когда 15 месяц, вы же понимаете, да. Хотя эта цифра тоже до конца точно неизвестна. Надо разбираться. Но то, что их встретили, мягко говоря, без восторга в регионах, где они традиционно рассчитывали на крымские сценарии 2014 года, так и там же легенда. Есть достаточно объективные данные, нуждающиеся в проверке, что когда был референдум в Крыму, всего 29% проголосовало за присоединение к России. Истинно. И точно есть свидетельство. Там же паспорта крымчанам дали по умолчанию в 2014. А если ты хотел отказаться от российского паспорта, тебе нужно было отстоять очередь и написать заявление «отказываюсь». Так вот, очереди стояли неделями. Это засвидетельственный факт. Неделями стояли на отказ от российского гражданства. Поэтому даже тогда это было шито белыми нитками. А уж сейчас. Ну да, если там надо было стоять в очереди, чтобы лишиться гражданства, и люди в этой очереди стояли. Ну а с точки зрения, ну вот я даже не знаю, я даже не могу себе это представить, как они собираются депортировать людей с того места, где этот человек родился, где могила его предков. Вот как они себе это представляют? И куда они их будут депортировать? Ну да, это большой вопрос. Куда вывозить? То пойти на украинскую территорию. Тут вопрос вот в чем. Тут сама важна юридическая правовая оценка, в том числе с точки зрения международного права, гуманитарного права войны, самого факта угроз депортации. То есть это что? Это принуждение взять у гражданства нарушение Женевской конвенции, а депортация это, если не на этнические чистки похоже, то в принципе на чистки территории, что является еще одним камнем в копилку российских преступлений. Сам факт принятия такого решения уже имеет в себе состав преступления. Или угроза принятия такого решения, потому что угроза может рассматриваться как субъективный замысел на реализацию целей, последствия, которые ты желал, чтобы настали. То есть полный состав преступлений. И я думаю, что в ГАГу добавится просто еще один том. Эти гаврики наматывают себе срок, ну просто темпами, которые не могут не радовать. Сядут все. Он же подписал, это уже закон. Да, ну да, закон уже есть. Так я же говорю, том добавится, и как бы мы еще и за это будут судить. Алексей, напоследок, небольшой вопрос. Думаю, вы прекрасно слышали о том, что в России собираются переписать учебники истории и максимально убрать упоминания Украины и Киева, собственно, в этих изданиях. Как вы считаете... Они плохо знают классику. ...врятали российская молодежь, дети, ну и будущее поколение, вот этот вот пробел в истории? Я думаю, молодежь радикально отличается. Если создать условия свободы, то дети, которые занимают до сих пор первые места на международных олимпиадах, по математике, по всем остальному, историю как-нибудь усвоят. Хотел бы напомнить им Николая Сергеевича Трубецкого, князь, рубеж 19-20-х веков, историк, который занимался, в частности, украинским влиянием на Россию. И он сказал, что оно было не просто было большим, он сказал, оно было определяюще. Но Киевская Русь вообще, Россия начала... Да, даже в новейшее время, в реформы Никона, да, церковная реформа, да, и само создание Российской империи, это же целиком украинский проект, Ф.А. Прокопович. И разрешите мне закончить моим любимой присказкой. То, что натворил Прокопович, то исправит Арестович. По крайней мере, такая у меня цель. Да, с нами на связи был Арестович Алексей Арестович, военно-политический обозреватель. Алексей, спасибо большое, что нашли время и смогли присоединиться к нашему эфиру. Спасибо огромное, да. Спасибо. До встречи.